Добрый вечер. Сегодня мы готовим с вами фруктовый кастер. Это очень вкусный и полезный десерт, который вы можете за 10-12 минут у себя дома готовить. Я вам познакомлю продукты. Нам что нужно? Нам нужна гушонка, где-то 100 мл или 100 грамм. Нам нужно молоко, отдельно где-то 100 грамм. Нам нужно апельсиновый сок. Один апельсин хватает. И нам нужно 1 литр молока. Потом нам нужно 1 яблоко, половинку банана нам нужно, 1 кейт нужен и миндаль 7-8 штук. В таком виде нам миндаль нужен. И самое главное, нам нужен такой, это по-вашему, это можно сказать пудинг, но в британском варианте это костер. Это можно легко купить от хорошего магазина или нам можно заказывать. Окей, мы начинаем резать сначала фрукты. Берем бананечко одно и это очень большая банана, поэтому берем только половинку. Для 1 литр половинку банана нам хватает. Чистим его и потом будем резать его чуть-чуть мелко. Посмотрите, это чуть-чуть уберем отсюда и потом его сначала так резали и потом чуть-чуть маленький-маленький, тонкий будем резать. Берем яблоко один у нас, мы до этого чистили без шкуры, потому что в этом бару эта шкура не надо, надо чистить его сначала. И яблоко, которое будем резать тонко-тонко, маленький. Добавляем. 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 Яблоко и бананы резали, будем положить на такую посуду, посуду любую вы можете взять, но она не должна быть сильно глубоко. Перемешаем резук ровно, сейчас берем кек, его надо тонко-тонко резать за около 10-12 штук. В таком виде сделаем, кекс очень свежий, уберем каждый штук и положим так. 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 Сейчас мы будем закипятить молоко, молоко берем. Окей, мы нальем сейчас литр молока, это кастрюль и ждем где-то максимум 5 минут. Окей, мы берем этот кастрюль, это моего хлеба и такие 3 старого изложки, нам достаточно длина 1 литр молока. От литр молока мы отдельно положили почти 100-120 мл молока. Мы его нальем сюда и его хорошенько будем мешать. Она не должна внизу остаться, его надо мешать вообще хорошенько. Потому что там, если остается вкусный гарст. Так. Так. Место у нас готово. Пока молоко закупите, мы его ставим так и берем апельсиновое сок и его ровно-ровно накид, чуть-чуть, чуть-чуть везде нальем. Она очень вкусно будет, потому что это как чуть-чуть кисло-сладкий. И самое главное, вы заметили, мы сахар, обычный сахар не пользуем. И здесь есть сушенка, это для здоровья, здесь ничего такого нет. Наоборот, это очень полезно. Здесь есть фрукты, здесь есть молоко, поэтому любой человек может спокойно кушать. Молоко, вы видите ли, затупает. И мы газ делим вообще медленно. Вообще медленно. И в первую очередь мы нальем сюда гушонку. Почти 100 грамм. Это чуть-чуть много. 100 грамм налево. И перемешиваем. Сейчас газ должно быть медленно. Сейчас пока гушонку перемешаем хорошо. Гушонку перемешиваем уже. Гушонка уже там смолоком. И сейчас будет тихонку замешивать. Не надо. Сейчас она будет где-то минут 4, максимум минут 4, газ чуть-чуть поднимаем, намедленно подняли чуть-чуть и его будем так решать, останавливать не надо, потому что она потом нормально не будет, где-то минут 3-4 и уже медленно его будем мешать, где-то 2 минут я ему так мешаю и она уже потихоньку густая стала, еще где-то минут 1,5 буду еще его кипятить и у нас будет вкусно костер фруктовый готов. Мы 4-4,5 минут кипятили его и посмотрим в конце такой густая стала, у нас это уже костер готово. Аккуратно. Что мы здесь? и пенсия да валий ментальт кекси потому что они Беру миндаль, любой орех не обязательно миндаль, любой орех можете использовать по своему вкусу, какой вам нравится, феста можете, другой какой-то орех, который вам нравится, немножко, здесь где-то 7-8 миндаль были, и это блюдо для 8 человек достаточно, пусть она лежит так где-то минут 20, и потом мы его положим на холодильник за 5-6 часов, я когда сегодня это готовить, я просто кушаю через день, потому что сколько она будет холодной, столько она вкусной, это было наше сегодня первое блюдо, мы начали с вами готовить очень вкусный десерт, я надеюсь, вам это понравится, меня зовут Хаби, и пожалуйста, записывайтесь на мой YouTube канал, я обещаю, всегда буду с вами готовить очень вкусно, полезно и быстро, спасибо за все, goodbye.